Поскользнулась и всё. А куда ж ты? От дочки. От дочки. Темно было? Темно, 8 часов вечера. И вот именно у них, на усадьбе у них переходила и упала. Да, вы знакомы? Конечно, знакомы. Но это просто я неосторожная такая. Через какое время вы заметили, что надо обращаться к врачу? Сразу. Я почувствовала острую боль, понимаете? Сразу упала и почувствовала вот в плече острую боль. Врачи оперативно справляются? Оперативно. Оперативно, ничего не скажешь. Сейчас, благодаря тому, что у нас век цифровой технологии, то бишь сейчас мы снимки на обычной вот такой пленке уже не делаем, потому что оно, не скажем так, оно актуально, но не во всех случаях. Вот, поэтому сейчас век цифровой технологии, сейчас используются специальные кассеты, специальная машина, которая цифрует после выполнения рентген-снимков, и рентген-снимки появляются у меня на мониторе. Что это плюс к чему? Плюс к тому, что я могу рентген-картинку увеличить, я могу посмотреть досконально, засветить, подсветить, то есть делать негатив, вот, более досконально посмотреть рентген-снимок. Я могу спокойно это дело увеличить, посмотреть, как стоят костные отломки, так, добавить контраста, вот, поменять в таком положении, вот, то бишь я могу со всех ракурсов это дело посмотреть. Перелом у Анны Овсяник оказался благоприятным. Это значит, что в оперативном вмешательстве она не нуждается, и ей наложат гипсовую повязку. Какие травмы самые актуальны в гололед, и куда обратиться за помощью? Нашим корреспондентам рассказал Виктор Семашко, врач-травматолог-ортопед Брестской городской больницы скорой медицинской помощи. В последнее время в связи с нашей погодой нынешней, значит, раннее наступление зимы, вот, актуально гололедные травмы. Что значит гололедная травма? Это падение по неосторожности на снегу, где-то покрылась кромкой ледяной поверхность, ну и человек, естественно, где-то не привык ходить, не научился еще ходить, да, в зимний период, то есть он привык еще к осени, к лету кто-то, вот, поэтому он наступается, падает и получает травмы. В основном это переломы верхних и нижних конечностей. Ну, сегодня была одна травма, женщина ударилась головой, тоже на гололеде, получила черепно-мозговую травму, значит, там ушиб головного мозга у нее, госпитализирована к нам в травматологию. Значит, экстренного там такого ничего серьезного нету, но все равно мы людей ложим, наблюдаем, даже если это было бы сотрясение. Ну, в основном это переломы лодыжек, потому что люди подворачивают стопы, вот, и это переломы в основном лучевых костей, потому что люди падают с упором на кисть. За текущий период по нарастающей в Брестскую городскую больницу скорой медицинской помощи обратилось уже 94 человека с гололедной травмой. И это только начало ледового сезона. Важно уметь выявлять повреждения вовремя и сразу обращаться за помощью к специалистам. Выявить это легко, то бишь, человека всегда будет беспокоить боль, отек в этом месте. Не стоит обращаться сразу в поликлинику, а нужно идти к нам в травматологический пункт, потому что человек, обратившись в поликлинику, просто-напросто потеряет время. Драгоценное, можно сказать, время, потому что поликлиника в любом случае отправит его к нам. Потому что такому пациенту минимум, что придется, это наложение гипса. Максимум – это выполнение репозиции, закрытой ручной, либо же вправление по-простому костей. Либо же, если кости не вправляются, человек госпитализируется к нам в отделении травматологии для последующего оперативного лечения. Еще одна актуальная проблема зимы – обморожение. Достаточно всего двух часов на улице без шапки и перчаток с температурой от минус 10 градусов, чтобы получить даже общее переохлаждение. В основном это связано с пагубным употреблением алкоголя. К сожалению, это так. То бишь люди, которые получают обморожение, это в основном лица, которые употребляют алкоголь. Возможно, это не пьющие лица, кто не рассчитал свою меру, можно так сказать. Где-то упал, где-то полежал в снегу, где-то родственники не помогли дойти ему домой и получил обморожение. Человек будет чувствовать недомогание, слабость, падение, давление. Низкая температура тела, то бишь это температура, которая ниже, как правило, 35 градусов Цельсия. И такого человека, естественно, он сам к нам точно не обратится, его скорее всего доставит скорая помощь. Обморожение классифицируется и делится на четыре типа. Это по тяжести, то есть степени. Самое тяжелое – это четвертое, самое легкое – это первое. Это повреждение эпидермального слоя кожи. Дальше, вторая степень – это уже страдает дерма. Третья степень – это страдают подлежащие структуры мышцы. Четвертая степень – это когда человек полностью потерял сосуды, нервы. Естественно, костная ткань питаться не будет, вплоть до ампутации. Нижних конечностей, верхних конечностей, то, что больше всего страдает – ушные раковины. У нас в Беларуси, у нас очень высокая влажность, вот, и для нас минус 20, это как на севере минус 50. Вот, и при такой высокой влажности, мы еще больше подвергаемся получить холодовую травму. В такую красивую и опасную, одновременно зимнюю погоду, важно и себя удержать на ногах, и позаботиться о своих пожилых родственниках, чтобы избежать травмы. Себя хочу добавить, чтобы люди в этот ранний зимний период как бы вели себя осторожно, скажем так, старались, если это пожилые люди, использовать средства для передвижения, то бишь, какие-то специально подлокотные устройства, то бишь, это трости, обычные, да, у кого артрозы, например, да, то есть человек с заболеванием опорно-двигательного аппарата, да, то бишь, чтобы использовал трость, обычную трость с подлокотным упором. Ну и, конечно же, помощь родственников, то бишь, чтобы родственники, обращаясь к молодым людям, к молодежи, да, чтобы они берегли своих пожилых бабушек, мам, вот, отцов, дедушек, чтобы не отправляли их в магазин, на почту, в аптеку, а чтобы побеспокоились о своем родственнике, купили продукты, лекарственные препараты и доставили человеку. Виктория Гапутина, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.